Всем привет! С вами детский магазин PupsiKinder и сегодня в этом видео мы расскажем, на что обратить внимание при выборе автокресла. Без исключения, все родители очень осознанно подходят к выбору коляски для своего малыша, не жалея при этом ни сил, ни времени, ни денег. И ребенка перевозят в машине на руках, либо покупают кресло для галочки. И если малышу абсолютно все равно, в какой коляске его перевозят на улице, то от выбора автокресла напрямую зависит безопасность вашего ребенка. Передвигаясь с ребенком в машине на руках, вы делаете его более уязвимым, а в случае ДТП еще более ухудшаете его положение. Поэтому в Европе законом запрещено перевозить детей без детского удерживающего устройства с самого рождения. Так как же определиться, какое автокресло вам нужно? Начнем с группы. Каждая группа предназначена для определенного веса и возраста пассажира. Начнем с первой группы, это будут автолюльки. Автолюльки попадают в категорию группы 0 и 0+. Для детей с самого рождения и до достижения веса 13 килограмм, либо до 6-7 месяцев. Автолюльки устанавливаются в машину против хода движения. В первую очередь это помогает избежать резкого кивка головой при экстренном торможении или столкновении, что очень важно, так как позвоночник малышей недостаточно окрепший, и такие нагрузки просто не выдержат. Следующая группа автокресел, группа 1. Эта категория кресел устанавливается только по ходу движения. Крепится либо на штатный ремень автомобиля, либо системой изофикс. Рассчитана для малышей с года и до 4 лет, либо до 18 килограмм. Кресла группа 1 обязательно должны иметь регулировку по углу наклона, так как маленьким детям при дальних поездках там будет гораздо комфортнее. Следующая группа 0+,1. Эта мультигруппа включает в себя две группы. 0+, самого рождения и группу 1, которую можно устанавливать по ходу движения. Плюс такой группы в том, что при дальних поездках вы всегда сможете установить кресло против хода движения. Такие группы рассчитаны для перевозки детей против хода минимум до 18 килограмм. Следующая группа категории 1, 2, 3. Устанавливается в автомобиле только по ходу движения. Есть регулировка по углу наклона спинки. Регулируемый подголовник для детей с одного года до 12 лет или весом до 36 килограмм. Следующая группа кресел, группа 2, 3. Это мультигруппа для детей от 100 до 150 сантиметров и весом более 15 килограмм. Здесь будет уже регулировка подголовника по мере роста ребенка. Будут отсутствовать внутренние пятиточечные ремни. А крепление ребенка в кресле предусматривает крепление автомобильным ремнем через специальные направляющие, обеспечивающие правильное положение ремня при фиксации детей. Такая группа кресел также может встречаться с системой креплений Isofix, которая служит для большего комфорта и фиксации автокресла в одном месте. Здесь система Isofix намеренно не дает такой жесткой фиксации, чтобы во время лобового столкновения нагрузка равномерно распределялась на ремень безопасности. Как правило, спинка у таких кресел подвижная, так как в случае ДТП она вместе с телом ребенка будет повторять траекторию полета. Данная категория автокресел предусматривает высокую регулировку подголовника, чтобы правильно подобрать высоту, ориентируйтесь на подбородок. Он должен быть вровень с нижней частью подголовника. Есть еще такая категория кресел, отдельно вынесенная категория кресел группы 3. Условно это бустеры. Кресла-бустеры не несут никакой функциональной нагрузки, не обеспечивают никакой боковой защиты. Бустеры не обеспечивают никакой защиты и значит не соответствуют никаким стандартам безопасности. Мы не рекомендуем их использовать. Первое главное в автокресле это безопасность, поэтому стоит обращать внимание на материалы, из которых оно изготовлено. В первую очередь это пластик. В автокресле пластик должен быть первичной обработки и обладать высокой эластичностью для поглощения энергии удара. В случае, если кресло изготовлено из вторичного пластика, как правило, это будут бюджетные кресла, в случае ДТП пластик может расколоться и нанести ребенку гораздо больше вред. Также в автокресле могут быть предусмотрены дополнительные боковые вставки для улучшения амортизации между дверью и автокреслом. Также нужно обратить внимание на наличие вставок из полиэстирола в подголовнике и по бокам автокресла. В случае ДТП полиэстирол лопается, тем самым поглошая энергию удара. В более бюджетных кресел такого нет. Помимо безопасности, также следует обратить внимание и на комфорт для маленького пассажира. Для самых маленьких детей кресло должно обладать анатомическими подушками, которые убираются по мере роста ребенка. Здесь будет вкладыш и вот такая маленькая подушечка для деток с самого рождения до возраста пока хорошо не сядут. Также обращайте внимание на плечевые накладки. Они должны быть широкие, длинные и иметь мягкую нескользящую поверхность. Большинство автокресел, которые вы можете увидеть в продаже, соответствуют сертификату безопасности R4404. Такой сертификат предусматривает минимальный набор требований к безопасности. Как правило, это ширина, высота и вкладыши для ребеночка. Также существует параллельно еще один стандарт безопасности R129 iSize. Его вы можете увидеть по зеленым индикаторам. Помимо этого, стандарт безопасности iSize предусматривает крепление только на изофикс. Новый стандарт R129 iSize предусматривает более жесткие требования к безопасности автокресла. Такое кресло проходило краш-тест на лобовые и боковые столкновения и перевороты. Покупая кресло стандарт iSize, вы можете быть уверены в безопасности данной модели. Для родителей, которые ищут максимально безопасное кресло для своего малыша, обращайте внимание на сертификацию кресел сертификатом ADAK. ADAK — это немецкий клуб автолюбителей, который проводит независимые краш-тесты детских удерживающих устройств на своем полигоне с имитацией манекенов разного возраста. Самые лучшие результаты краш-тестов получили такие бренды, как BeSafe, Britax Römer, Maxi Cozy, Joy. Все эти бренды вы можете найти в детском магазине Pupsi Kinder, где консультанты вас полностью проконсультируют и помогут с установкой.